Всем привет! Меня зовут Дмитрий Фреско и вы смотрите Кулинарную пропаганду. Постоянные и внимательные зрители канала помнят, что некоторое время назад я стал владателем чудо-устройства, дымогенератора. Ролик с анбоксингом этого устройства смотрите вот здесь. И естественно, сразу же я стал коптить на прополу всё подряд. Ролик получился длинным, нудным и будет интересен он, скорее всего, только фанатам копчения. Если вы себя к таким не относите, нажимайте эту кнопку, попадёте в конец ролика. Там я делаю свои выводы по поводу этого процесса. Всего за время обладания этим дымогенератором я коптил сёмгу, я коптил колбасу, следующий у меня был бекон, получился совершенно потрясающий. И в этом ролике я показываю, как я закоптил свинину, вырезку и скумрию. Давайте смотреть. Сейчас у нас вечер, и я собираюсь начать процесс копчения вот этих замечательных продуктов. Здесь у меня две свиных вырезки и две скумбрии. Я их сегодня купил в магазине, скумбрию выпотрошил и вырезку, и скумбрию промыл водичкой. И сейчас они вот у меня уже, наверное, часа 4 висят на ветерочке, сохнут. И уже практически хорошенько подсохнут. Ну что, засолим продукт. Начну я, наверное, с рыбы. Для начала расстелю пищевую плёнку и возьму рыбку. Рыбу я засаливаю по следующему принципу. Готовлю засолочную смесь из расчёта 20 граммов соли. 20-22 грамма соли на килограмм рыбы. И 10-11 граммов сахара на тот же самый килограмм рыбы. Вот здесь у меня эта самая смесь. Сахар и соль. Вместе уже отмеренные. Скумбрию я почистил, промыл, просушил. И теперь со стороны брюшка добавляю соль. В одну рыбку. В головную часть. И вторую. Шпагат пока сниму. Он мне нужен будет. И вторую тоже усыпаю. Солиться она у нас будет сутки, может быть, двое. Посмотрим. И теперь снаружи. Вот этого будет вполне достаточно. Всё это нужно тщательно завернуть. И убрать в холодильник. Один пакет готов. Рыба даст сок за это время. Но нужно будет её несколько раз так вот массировать. Чтобы соль равномерно распространялась, распределялась. По всему телу рыбки. С мясом немного посложнее. Дело в том, что при засаливании мяса я опасаюсь бутуризма. Чёрт у не знает, как там на бойне дело обстоит с гигиеной. Поэтому, чтобы остановить развитие этой культуры, я при засолке использую смесь обычной поваренной соли и нитритной соли. Вот здесь у меня нитритная соль, здесь сахар, а здесь обычная поваренная соль. Раньше, во времена древних наших народов, использовали при засолке селитру. Но она достаточно вредна. Потом стали использовать просто нитрит натрия. Но так как это тоже опасное вещество, его стали размешивать с поваренной солью. И нитритная соль, которая у меня имеется в наличии, это смесь нитрита натрия и поваренной соли. И содержание нитрита натрия там 0,4%. То есть, если солить такой солью продукт, то для того, чтобы концентрация получилась опасна для человека, этой соли нитритной нужно взять столько, что этот продукт есть невозможно будет. Она будет просто тупо пересолена. А я эту нитритную самую соль ещё и размешиваю пополам с обычной поваренной солью. Потому что не выдерживаю длительное время готового продукта, она и не вылёживается. Поэтому нет опасности, что там разовьются эти самые бактерии. Ну что, давайте смешаем всё. И этим составом заношу свинятину всю тщательно натрем. Свинина во время посолки обязательно даст сок. Я её буду переворачивать и обминать, наверное, раз, а то и два раза в день. То есть, всего в сутки она у меня будет переворачиваться в этом самом рассоле раза три, может быть. И вот в нём-то она у меня и будет просаливаться. Тоже в холодильнике, естественно. Закрою это дело плёнкой. Ну вот, первая стадия засолки завершена. До следующей встречи. Вторая часть марлезонского балета. Вчера вечер убирал холодильник. Сегодня пора достать свинятинку и перевернуть. Потереть её всё. Смотрите, видите, какая мокренькая стала. Глазок. Отлично. Переходим сюда. Это вот так вот сюда. И ещё часов на пять-шесть. И так я буду её вертеть в общей сложности, наверное, ещё сутки. Ночку вставать не буду для этого дела. А теперь то же самое с рыбой. Уже видно, что она дала сок. Сейчас её промассирую. Прямо так через пакет пожамкую. Опять замотаю. И тоже уберу в холодильник. Если бы у меня была посуда, подходящая по размеру рыбы, я бы ничего не заматывал. Так же, как вот свинину. Положил бы её, и так бы она у меня солилась. Но у меня такой посуды нет. Поэтому вот в пакете. Ну что, следующий переворот часов через шесть. Доброе утро, друзья. Итого прошло 36 часов с тех пор, как я засолил свинину и рыбку. Вчера весь день я её, наверное, через каждые 3-4 часа доставал из холодильника и массировал, и переворачивал. Сегодня осталось её слегка промыть, подвялить, и можно коптить. Прервусь на время промывания мяса. Итак, я её промыл. Сейчас подвяжу, чтобы она могла висеть на этих верёвочках. И, может быть, вывешивать, вялиться. Для чего я её промываю? Так как засолил я и рыбу, и свинину сухим способом, не в рассоле, то добиться полной однородности, тем более в таком небольшом объёме просолки, вряд ли удалось. Поэтому те места на поверхности свинины, которые подвергались воздействию большего количества соли, мне надо бы смыть, чтобы немножко выровнять по всей поверхности куска соль. Вот. А рыба вообще дала много сока. Поэтому для рыбы это, в принципе, актуально смыть. Если бы, конечно, в какой-нибудь бочке, в большом объёме вялить, тогда бы она равноверно там вся просаливалась. Но у меня всего две рыбки. Для чего я сейчас буду её подвяливать? Ну, во-первых, если убирать в коптильню вот такой вот мокрый продукт, то эта влага в коптильне начнёт испаряться. Начнёт испаряться, потом на поверхности, на холодных поверхностях, верхней там крышки, верхней поверхности коптильни, влага будет конденсироваться, собирать с себя всякую гадость, и, возможно, капли будут попадать как раз-таки на продукт. Но этого не надо. Поэтому я его подсушиваю, подвяливаю. Это что касается рыбы. Со свининой всё ещё немножко сложнее. Так как я её использовал для её засолки, я вам напомню, нитритную соль, то для того, чтобы эта самая нитритная натрия не выпала в осадок в мясе, нужно хотя бы 8 часов выдержать при комнатной температуре, чтобы он там весь прореагировал. Вот, поэтому для свинины с нитритом натрия я соединяю сразу два процесса в одном. Ну, а рыба просто подсушивается. Ну что, пойду на улицу вывешивать, а вы идите следом за мной. Выскочил на улицу, а тут не май месяц. Но ничего, сейчас мы быстро. Так, значит, подвешиваю рыбку. Видите, я пока коптильчик-то неопытный, ещё не собрал полноценную конструкцию. Поэтому всё из подручных средств. Это у меня в руках лопата, которую я пиццу из печки вытаскиваю. Это гриль Weber, в котором я первый раз коптил рыбу. Я думаю, со временем сделаю конструкцию нормальную. Выберу место, время. Так, подвешиваю. И вот так это всё. Будет на ветерочке висеть в тени. Грудушки не касаясь. И, кстати, пока у нас светло здесь, вечером-то стемнеет, сразу расскажу про коптиль, в которой я собираюсь это делать. Первый раз рыбу я коптил в коптильне Weber. У меня под ногами она здесь стоит. Вы её видели. Это не коптильня, собственно, это гриль. И мне результат не очень понравился. Если рыба получилась очень даже ничего, то вот колбаса, которая находилась непосредственно над дымогенератором, была слишком сильно прокопчённая, слишком сильный запах дыма был. Он очень резкий. Мне даже пришлось варить эту колбасу, чтобы от этого слишком резкого запаха избавиться. Я пообщался с умными товарищами. Мне сказали, что это происходит из-за того, что дым очень близко находится, источник дыма, к продукту. И для хорошего результата их нужно разнести подальше. Для этого используется либо большого объёма коптильная камера, либо вообще двухкамерная система. И у своего интернет-знакомого, у блогера, я подсмотрел такую конструкцию из двух картонных коробок. Это, собственно, на коленке всё собрано. И вот смотрите, что я сделал. Вот эта вот большая коробка из-под керхера. Это камера, в которой я подвешиваю продукт, пробил дырку, палочка здесь, и на неё подвешиваю продукт. В него выведена труба. Труба, обычная пластиковая труба, ПВХ, канализационная. Вот. И по этой трубе сюда приходит дым. Сверху на неё я положил картонку с пробитыми отверстиями. Эти отверстия рассеиваю дым, сделаю всю эту камеру, заполненную равномерно дымом. И в верхней части коробки тоже пробито отверстие, тоже равномерно, по сантиметру они приблизительно. И дым выходит. Я сюда убираю продукт подвешенный, закрываю всё это дело, плёночкой заклеиваю, и всё. Вот они немножко по высоте разнесены. Вот эта труба. А здесь другая картонная коробка. С такой дверцей замечательной, чтобы было удобно дымогенератор убирать. Она стоит. Она тоже заклеенная везде, с кучей, по всем сторонам. Здесь дымогенератор, который я в одном из своих видео показывал, анбоксинг. Вот он стоит, дымит, прекрасно работает. Этого дымогенератора хватает на 11,5 часов при полной заправке дыма. Для моих условий это просто прекрасно. Какие преимущества двухкамерной? Во-первых, из-за вот этого вот расстояния, достаточно большого, дым успевает остыть. И температура в камере с продуктом не повышается. В моих условиях, когда нет целой пучи датчиков, электричества здесь и прочего, ну, это большой плюс. Вот. Ну, и в принципе, мне нет нужды пока собирать большую копчильню. Я думаю, со временем, когда я распробую всё это дело, я построю, конечно, здоровенную там из фанеры, здоровенный ящик, двухкамерный. Тоже про это всё дело сниму, конечно, видео. Ну, а пока мне хватает вот этого. Ну, вот так. Теперь, в следующий раз мы встречаемся вечером, когда буду убирать на копчение. Эти наши завяленные кусочки. Пока. Добрый вечер. У нас уже практически ночь. Темень вокруг. Понаставил света, всякого освещения. У нас похолодало сильно. Режиссёр вон зуб на зуб не падает. Стоит, дрожит. Настала пора загружать копчильню. Поехали. Моя ценная палочка. Подвешиваю рыбёшку. Ну. Она хорошенько проверилась у нас. И будет просто замечательно с утра. Так, а теперь свинятина. Если оператор посмотрит в другую камеру и скажет, хорошо ли видно. Я надеюсь, что хорошо. Вот такая конструкция. Так, теперь надо вот эту вот часть с трубой выгрузить на место. Трубу вставить в нашу камеру. Вот смотрите, что у нас получилось. Видите, вот труба вышла. Теперь я сюда определяю этот рассекатель для дыма. Вот так вот, видите. И запечатываю всё. Чтобы дым отсюда не выходил, а проходил через всю эту коробку, и выходил только через отверстие, я вот эту вот щель тоже закрою. Первая часть закончена. Теперь осталось только раскачивать дымогенератор. Делается это очень просто. У меня зажигалки нет, я потом горелкой пользуюсь. У меня итейская свечка. Я её ставлю сюда, помогу немного дымогенератором этим. Вот так вот. Всё, теперь я свечку отсюда убираю, она уже не нужна. А дымогенератор убираю. И прикрываю эту замечательную дверцу. Всё, теперь нужно возвращаться, будет уже утром за готовым продуктом. Доброе утро, друзья. Я вот подумал, что это для меня, но утро и промежутки между съёмочными периодами по полдня проходят. Для вас-то всё это один ролик, но тем не менее. Всё, коптиться вроде бы закончилось. Давайте посмотрим, что там происходит. Начну я с проверки, проработал или не проработал генератор всю ночь. Давайте смотреть. О, он ещё даже дымит. Отлично работает, смотрите. Вот сколько ему ещё раз удалось дымить. Это ещё, наверное, час приблизительно. Я его пока оставлю. Посмотрим в коробочку. Вот он, продукт. Я думаю, я, наверное, этот продукт оставлю сегодня ещё на денёчек провисеть провялиться. И на ночь ещё раз загружу в коптилку. Потому что хочу добиться красивого такого, более плотного, более жёлтого цвета. Ну чего, пойду вешать вялиться. Очередное доброе утро, друзья. Ну, я думаю, что сегодня-то уже мы закончим коптить однозначно. Всю ночь дымило. Достаю. Продукт готов. Пахнет. Рыба уже готова. Прямо сейчас я её разрежу. А вот со свинятинкой надо будет ещё немного поработать. Сейчас и займёмся. Продолжение процесса. Итак, рыбку я сейчас разрежу, но сначала нужно подготовиться с мясом. Один кусок я упакую в термостойкую плёнку и отправлю в духовку. Температуру выставлю, наверное, 90-100 градусов. И будет он мне там лежать час, час десять, возможно. Мне нужно хорошенько прогреть внутренность этого мяса, чтобы достичь ландературы где-то 72 градуса. А второй кусок, так же как бекон я готовил, я, завернув в обычную стричь плёнку, отправлю в горячую воду. Вода температурой будет 72-76 градусов. И той же самой температуры хочу достичь. И хочу сравнить потом консистенцию мяса, какая получится в случае с сваркой и в случае с выдерживанием в духовке. Заворачиваю, а теперь плотно обвяжу нитью. Нитка у меня тоже термостойкая, её я использую при приготовлении колбас. В принципе, можно любой натуральной бечёвкой пользоваться для этих целей. Это мой первый опыт приготовления свиной вырезки таким вот образом, поэтому ещё даже не знаю, что получится. Посмотрим. Обвяжу её так же, как колбасы обвязываю. Ещё. Вадиме хватит. Не вяжется у меня. Всё, это готово к отправке в духовку. А второй кусок, как я и сказал, в плёнку. Вот у меня здесь градусник. Оказывает 74,7 градуса. Отправляю. А это в духовку. Что, посмотрим, что получилось с рыбкой? Так, это отложу. Пахнет совершенно дуряюще. 40 минут прошло. Пора доставать свинятину из воды. А та, что в духовке, ещё запекается. Давайте разворачивать. Так, теперь ей нужно будет повисеть, провяриться и подсохнуть. Но ведь уже очень, даже вполне симпатичный. Уже прошёл час и 10 минут, как свинина стоит в духовке. Я думаю, уже пора доставать. Давайте развернём и посмотрим, что там получилось. Вообще, вы не обращайте особое внимание на время, которое я указываю для этого приготовления. Главная задача – добиться нужной температуры внутри куска этого мяса. А так как все духовки имеют очень разные термометры, и что там на самом деле творится, неизвестно. Поэтому нужно полагаться на приблизительное время. Смотрите, что получилось. Красненький. То, что он такой розовый, это как раз таки сработал нитрит-натряд. Ну что, этот кусок нужно тоже остудить, провялить. И думаю, что сегодня вечером можно уже, наверное, будет пробовать. Ну что, друзья, настал момент попробовать, что же у нас получилось. Этот кусочек вырезки я запекал в духовке при 100 градусах. А вот этот вот отваривал в воде температурой 70 с небольшим градусов. Давайте смотреть. Я считаю, очень красиво. Так. И теперь для сравнения этот кусок. Тесто. Очень даже неплохо. Сложно определить, какой лучше, но мне кажется, что все-таки первый кусочек, который запекался, немножечко более влажный, более такой насыщенный ароматами. Пожалуй, так и буду в дальнейшем делать. Ну что, друзья мои, первый опыт копчения свиной вырезки, я считаю, увенчался успехом. Буду продолжать это дело. И, возможно, сниму еще ролик про какой-нибудь интересной части тела свинского. Всем спасибо. Пока. Пока. Вот так вот у меня все и получилось. Теперь о выводах. Несмотря на кажущуюся сложность этого процесса, на самом деле, как я понял для себя, все сводится к нескольким этапам. На первом этапе, если дело касается мяса, мы мясо промываем, чтобы удалить ненужный ссор. Мало ли как там на бойне дело обстоит с гигиеной. После этого просушиваем. Это можно сделать либо естественным способом на визерочке, либо промокнув полотенцем бумажным или матерчатым. После этого засаливаем сухим способом. К засолке рассолом я еще не подходил. Надеюсь, когда освою этот процесс, я вам тоже все покажу. Засолка сухим способом сводится к обсыпке продукта солью и выдерживанию минимум сутки в холодильнике при температуре плюс 2, плюс 4, плюс 5 градусов. Это не очень принципиально. Во время этого процесса нужно периодически переворачивать ваши продукты. Они будут давать сок. Процесс засолки может растянуться, по вашему желанию, от одних суток до недели, а то и больше. По окончании засолки в удобное время вам нужно всего-то будет промыть от этого сока ваш продукт, подвялить его. Мокрым его нужно убирать в коптилку. И после процесса подвяливания можно коптить. Для чего мы этот продукт подвяливаем? Дело в том, что если он влажный, то конденсат, который в коптилке будет неизвестно появляться, будет вызвать некрасивые подтеки на продукте. Нам этого не надо. Процесс копчения. Я это делаю холодным дымом. Почему не горячим? Дело в том, что горячее копчение температурой 65-70-80 градусов по Цельсию, не выше. Если выше, то уже запекание с дымом. Это очень вредная штука. Я не хочу есть вредные продукты. С холодным копчением все гораздо проще. Температура дыма должна быть ниже 25 градусов, а такая она и будет, если вы будете использовать дымогенератор такого типа, как я вам показывал. Да, кстати, и его-то использовать тоже не обязательно. Если бы я его перед покупкой подержал в руках, не стал бы тратить на это деньги. Он делается буквально за 15 минут из-за обрезков перфорированной жести. Итак, процесс копчения холодным дымом для мяса идет 8 часов, 9 часов, 12 часов, может быть. Это вы смотрите на цвет вашего продукта, какой вам нужен. Для нежной и жирной рыбы достаточно 3 часов. Подводя итог, пробуйте, вам наверняка понравится. Не так это сложно, как кажется. Спасибо за внимание. Если понравилось, ставим лайки. Не понравилось, дизлайки. Новые зрители, подписываемся. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...